Я уже предвижу вопрос, который застыл на некоторых лицах, зачем все это надо. Ответ очень простой. Сегодня священник, который выходит на Ниву своего служения Богу, Церкви и Людям, должен занимать активную позицию по отношению к любому явлению современной культуры, даже к такому явлению, с которым он может быть внутренне в чем-то, а может быть и целиком не согласен. Мы очень долго думали в рамках создания нового учебного плана, как бы нам активизировать эту деятельность. Вот тот опыт, который сегодня мы хотим вам представить, точнее, который мы хотим сегодня начать, является открытие дискуссионного ад-клуба, куда мы планируем приглашать ярких, выдающихся, неординарных деятелей культуры в области музыки, в области изобразительного искусства, театра, кинематографа, кинематографа, всех тех, кто сегодня на самом деле создает ту культуру, в которой мы живем. И для того, чтобы это не было исключительно презентацией, представлением того или иного деятеля культуры, наш клуб называется «Дискуссионный». Конечно, сегодняшний наш гость Борис Борисович Гребенщиков не нуждается в представлении. И мне не надо рассказывать о том, что с именем этого человека связана целая эпоха, по крайней мере, мои сверстники, люди, которые сегодня 40-50 лет, 60 лет, конечно, не мы сверстники, а постарше. Да. Для них имя Бориса Гребенщикова является важнейшим явлением современной культуры. В то же самое время едва ли можно найти человека, вокруг которого ходит очень много разных, противоречивых, взаимосвязывающих слухов, мнений, допыслов. И сегодня, друзья, у нас есть возможность услышать Бориса вживую, не только услышать, но и поговорить с ним, поговорить в форме разговора, беседы, может быть, даже болейники по каким-то вопросам. Что же, давайте поприветствуем Бориса Гребенщикова и группу Аквариумов. Доброе утро. Здравствуйте. Где уже? Где уже? Аплодисменты. 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 ПЕСНЯ Когда то, что мы сделали, выйдет без печали из наших рук, Когда семь разойдутся, чтобы не смотреть, кто пойдет в круг, Когда белый конь узнает своих подруг. Это значит день радости, Когда звездам маженек ляжут перед нами во сне, Когда в камнях будет сказано то, что было сказано мне, Когда над белым холлом будет место в свиной луне. Это значит день радости. КОНЕЦ 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 Никакой тьмы. Спасибо. А теперь? Спрашивайте. Конечно, это неблагодарное дело, рассуждать о музыке, которую надо просто слушать. Но я думаю, что, наверное, есть вопросы, есть некая тема, разговора. Пожалуйста. Спасибо вам за замечательные песни. Как вы думаете, на ваш взгляд, насколько тесно можно сочетать страстность, а порой даже и тревожность рок-музыки с идеалом христианской стихии и умиротворенности? Знаете, насколько я помню, сирийские и ливийские старцы были очень старственными иногда. Вы знаете, как сердце, скажете, люди живут в разных департаментах. И страстность иногда очень нехорошо сочетается с умиротворенностью. Я зачитаю вопрос, что... Конечно. Значит, альбом прибеющий, тяжелейшая музыка, например, композиция молитвы. Я согласен, она и вправду очень хорошо передает духовный мир Индии, но она совершенно деструктивна по сравнению с православной молитвой, молитвенной культурой. Я сейчас не имею в виду богослужебное, бортестное пение. Прокомментируйте вот это вот... А, по поводу какого альбома? Приверющий. А, приверющий, ну, в принципе, приверющий вообще... Да, значит, что вы можете сказать об этом альбоме? Это альбом... Меня очень одно время интересовало совмещение искусства тибетского буддизма с европейской традицией. Потому что мне было интересно, что будет, как будет выглядеть буддизм и буддейское искусство, если жить в его экзотике. То есть из тибета перенести куда-нибудь, не знаю, в Австрию или в Барнаулы, куда угодно. И поэтому я поговорил с ламами, ламами сказали, что это была очень хорошая идея, да, попробуй. И вот получился такой забавный очень альбом, потому что там есть тибетские мелодии народные, какие-то старые, и что-то, что мне самому в голову приходило. Ну, понимаете, ведь с нашей точки зрения, вот я про себя говорю, я знаю, что много-много-много лет я тибетской музыки, особенно духовной, боялся как огня, потому что поют страшными голосами, низкими, ну, просто чат, вот, и я старался держаться подальше. Потом, когда я с этим соприкоснулся и понял, что на самом деле они милейшие люди, и тихие, робкие, и у них, ну, у них свое, я зарекся их судить, и зарекся судить их музыку, и знаю, что музыка действует определенным образом. У них, они так Бог мечтают, и они по-другому не умеют. И Бог с ними. А как вы вообще духовный мир оцениваете вот этого региона? Ой, как сказать, ну, да, да, естественно. Просто когда переезжаешь из страны в страну, особенно с разными религиозными впечатлениями, то, выходя из самолета, очень чувствуешь, что ты взял атмосферу, или там, допустим, переходишь из мусульманской страны, православной, вот эти моменты... Мусульманская страна, так вообще тяжеловато. Вот, так вот, как вы, вот, лично, через свои ощущения, что это происходит? Ну, они такие, ну, с моей точки зрения, я не очень далеко туда залезал, то есть, собственно, в Тибете я и не был, потому что в Тибете я курил 40 лет, табаку курил, и поэтому я просто в легкие не вытяжу, это слишком высоко занимаюсь. А в Непале я, Леонидович, около 15 лет этого ездил. Тихо, спокойно, но, конечно, бесов там своих, честно говоря, очень много. Вот, и просто там вот этот странный мир, который находится за пределами нашего восприятия, он там очень подпитан, и там бывает очень тяжело людям, которые там долго живут. Я, по счастью, этого не касался. Но, с другой стороны, я видел прекраснейших стариков лам, вот, чудесных, очень чистых и очень растерпленных к добру всех людей, и очень заботящихся о людях. Так что есть и то, и то, знаете, всегда есть. В конце концов, у нас в Тверской области шагу не уступи, то есть, знаешь, на ведьму натолкнешься сразу. Сами же, знаете. Так что везде это себе есть. В Катмандуву тухов много, но и вокруг Твери там тоже ездил, и там ночью, знаешь, и не каждому пожелаешь. Дорис Борисович, спасибо за выступление, за те песни, которые Вы спели. У меня вопрос такой. Ваш последний, особенно, альбом ознаменован таким противостоянием Архангельска и Вавилона. Есть образ Архангельска, есть образ Вавилона. Вы не могли бы объяснить, расшифровать, что Вы подразумеваете под Архангельском, а что под Вавилоном? Вот тут, как раз, с моей стороны, это было бы преступлением, если бы я начал трактовать свои собственные песни и навязывать Вам, как их понимать. Но я могу сказать только самое общее соображение. Потому что Вавилон – это абсолютно библейский образ чуждого мира, где, в общем, то, что для нас ценно, он никак не идет. И это и в Библии, и у ямайских ростоманов, которые все целиком на Библии знают, то есть на Ветхом Завете. То есть система, которая разрушает все человечество, которая превращает человека в машину. Ну, естественно, если есть такая система, значит, нужно постараться сделать так, стать тем, на ком эта машина сломается. Или, по крайней мере, попытаться. Это разумно. А Архангельск, вы понимаете, это может быть и, если это место, где находятся Архангелы. А может быть, знаете, Ломоносов же ушел из Архангельска в Москву и стал академиком. А это может быть и другой путь. Из Москвы в Архангельск, обратно, и Бог не знает, что там может быть. Это твоя какая вещь. Честно говоря, я не знаю, какая песня. Потому и такое чудо, любая хорошая песня, что там все возможно. И можно трактовать как угодно, и находить смысл, и смысл, и смысл. Третий класс, четвертый класс. И все это будет верно. Борис Борисович, скажите, пожалуйста, были ли вы до этого в Троице Сергея Лавры? И с какими мыслями вы ехали, зная, что вам предстоит встреча в дискуссионный клуб с студентами духовной школы? Знаете, в Лавре я был два раза. Поговорот в 90-е годы, в начале 90-х годов и в конце. И, конечно, мне и всем, нам и мне, в особенности, очень радостно. Потому что здесь можно провести больше времени, чем я провел в то время. И еще радостнее, что есть возможность поговорить с людьми. И, понимаете, ведь с воспитанниками, учениками духовной академии, мне, говорите, интереснее, чем просто с людьми, потому что вы знаете больше. Да я сейчас, когда песни подбирал для того, чтобы что-то, что-то вам петь, я так думаю, так, а-а-а-а. Смотри, что в каждой песне какая-то библейская ссылка есть. Знаете, когда играешь где-нибудь в клубе Б-2, не обязательно люди это поймут. Многие, да, но не все. А тут как бы у меня больше, более знающий публик. И, конечно, интересно поговорить. И мне нужен свой дом, ты здесь и потом прочь. Им достаточно быть вдвоем, вдвоем всю ночь. Королевское утро всегда здесь, куда разветы след. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Аплодисменты Аплодисменты Вот у меня тоже вопрос. Я посмотрел Ваше интервью немножко. Если можно, я процитирую. Сколько? Правда, это старое интервью, оно уже лет 10 назад давалось с Вами. А в отношении к православной церкви. Я спрашиваю, да? Ну, это, наверное, традиционный вопрос всегда задают. А в отношении к буддизму и православной церкви. Вот. Значит, ну, там был вопрос. В отношении Вы сказали, что я не могу назвать себя чисто православным человеком, потому что я не могу позволить себе роскошь и сказать, я умный и правильный, а Вы все ребята дураки. Это то, что всегда возмущало меня православие. Вот. У меня вопрос следующий. Откуда такое понимание православия, да? Что вот, как бы, православные говорят, что все остальные дураки. И вот сегодня, как Ваше отношение к православию изменилось и почему? Знаете, у меня отношение к православию никогда не менялось. Просто иногда у меня вожа попадает под хвост. И какие-то особенно успешные журналисты из меня могут добиться очень интересных праздников. Ну, это мне свойственно. Дело в том, что мне очень повезло. Я вновь открыл для себя православие в середине 80-х годов благодаря очень умным, очень сообразительным людям, священникам тоже. К которым я с большой депутатой отношусь. И для меня это было и остается чистое, светлое и абсолютно вне моего понимания. Вне возможности моего понимания. Это больше, чем моё понимание. Знаете, вот если Владимир Соловьев, по-моему, мистик наш, который нам по этому написал, я где-то в него понимаю. То есть я православие оценивать не могу. Но когда я загору в церковь, и мне говорят, ты буддист, пошёл проще отсюда. Я говорю, ну ладно. Или как вот, извините, замечательные ребята в Туле, объявляют меня сатанистом и практикующим акультистом, я до сих пор не могу понять, что же отнимают меня с людьми. Илья, честно говоря, даже однажды был в Киево-Печерской лавре, ну, лет 10-15 лет, и мне кто-то из очень высокопоставленных начальства лавры сказал, что слово «Ом», вот этот индийский, знаменитый, это молитва по призыву блудного беса. Ну, поурай, ну, может быть, он знает чего-то, чего я не знаю. Да, как-то много миллионов людей находится в полном неведении. Поэтому я для себя различаю церковь небесную, как говорится, церковь земную. И понимаю, что в земной церкви всегда нужно делать скидки на людей, на то, как люди выражаются. Видите, я сам знаю с собой, что я могу выражаться. Ну, и многие люди тоже могут говорить как-то, не до конца зная предмет, не до конца подумают. Поэтому мне приходилось сталкиваться с людьми, которые говорят, что только мы правы, а все остальные, ну, они будут гореть в аду. Я думаю, как бы, неужели вот целая Индия, так и будет гореть в аду вся, и весь Китай будет гореть в аду, и все остальные. К тому же за много тысяч лет до того, как было появление Христа. Ну, наверное, может быть, тут они не все продумали, и, может быть, не очень хорошо знают материалов. Вот так. Критиковать небесную церковь, простите, это выше меня. Это хоть как-то я не могу. То невозможно критиковать то, что любишь. Я ответил? Ну, ладно, я могу. Еще один вопрос, девушка. Да, пожалуйста. Скажите, у миссионеров есть такое понятие, что наркотики – это механизм несанкционированного входа в духовный мир. Вы могли бы прокомментировать вот это вот? Ну, как более-то? Это очень-очень точное, очень точное описание, но, может, точнее не скажешь. Согласен. Учитывая, правда, что алкоголь тоже наркотик, то с санкционированным входом в духовный мир у нас есть проблема. Потому что каждый день по всей России сотни миллионов, ну, десятки миллионов, где, может быть, сотни, очень несанкционированно заходят в духовный мир. Многие даже прямо там и остаются. Борис Горисович, вы приместично отозвались о русском искусстве, о том, что оно будет жить. Скажите, а что бы вы назвали спецификой русского искусства? Что делает искусство русским? Ой, знаете, вот этот вопрос не в брови, а в глаз. Это то, на что ответить невозможно. Знаете, то же самое, что... Если бы я задумался о том, что же делает мою любимую, красивую. Невозможностей. Не то, что описание, даже понимание. Вот с русским искусством то же самое. Есть что-то, что и в музыке, и в живописи. То есть, вроде вот с итальянцем все списано. Вроде вот все понятно, откуда, как. Но вот только какой-то поворот, который... Там, не знаю, у мусорского, в мелодике. Я только, понимаешь, в точку попал, и это выше того, что я вам даже мог себе представить. А потом Дебюси его же начинает копировать, там или кто-то еще. Есть что-то русское? Что это? Как это? Изыскать этот алгоритм я не могу. Я думаю, и, по-моему, насколько мне известно, никто никому это не помидал. Хотя очень многие пытались. Но то, что это есть, это факт. Просто нам кажется, вот мне и, может, всем нам, что в песнях сказано гораздо больше, чем я, например, могу сказать словами. Но то и есть песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ясно, ясно, что не до конца безопасно То нас тащит, то сносит А в дыре все дается тому, кто вносит И это не я, я не знаю Вот и посмотри, как ясно видно И радость твою посмотри, как чудно Посмотри, как чудно тело твоего, Сладе На ход ноги, на ход ноги Ты посмотри, там не на смерть, не видно из них А если нужно держать Бери Я не стану держать, только нальем на ход ноги Я не стану держать, только нальем на ход ноги Я не стану держать, только нальем на ход ноги Смотрите продолжение в 30 минуты Род血 про Luna Борис Борисович, вопрос из такого глубокого любопытства. А что Вы находите в буддизме, почему Вы обратились в буддизм в духовной практике, и чего, как Вам кажется, Вы считаете они православными? Это интересный вопрос. У меня получилась очень странная духовная жизнь, то, что мы называем духовной жизнью. Меня рок-н-ролл всё открыл, это было когда я был в пятом классе, приблизительно с первого по пятый. Вся эта музыка открылась, она на меня свалилась, и я понял, что я не зря живу, я понял, зачем я родился именно в это время. Я оказался абсолютно счастливым, с тех пор это так и продолжается. И потом мне стало интересно, я просто сейчас, как наисковый, рассказываю свою духовную историю. Потом мне стало интересно, если я испытываю такое счастье, такое наслаждение, такую ясность и открытость сознания слушаю эту музыку, наверняка я же не один такой, наверняка в человечестве были люди, которые чувствовали то же самое. Мне захотелось и после многочисленных попыток искать аналогичное переживание где-то в литературе, нужно учитывать, что я был в пятом, шестом, седьмом, восьмом классе, кто-то мне порекомендовал книжку «Древненький китайский философия» два тома, жёлтенькие, известные, «Дару Дэ Цзин» в переводе и «Анхин Чун» и «Джоанзе». Я говорю, почитай, у тебя вопросов будет значительно меньше. Я почитал, ничего не понял, но мне очень понравилось. И потом, значит, начал периодически возвращаться к этой книге, мне стало интересно, а потом еще Харрисон, когда спел с индийской музыкой, я думаю, если у людей такая музыка, значит, нужно узнать, а что же они думают. И мне стало интересно, значит, я начал разыскивать что-то по поводу Индии, а это были, простите, 72-й год, 71-й, 70-й, где по Индии ничего найти было нельзя. Вот, я какие-то отдельные круги собирал, до самой сдаты не добрался мне еще. И вот таким образом я туда-сюда, и мне все было интересно, я просто уже начал собирать постепенно информацию и ощущения о том, что люди в разные моменты истории и в разных уголках Земли чувствуют, переживают по поводу главного события, которое происходит с ними в жизни, а главное событие – это познание Бога. Потому что никакого другого главного события нет. Главное – это обнаружение Бога в себе и в окружающем мире. И вот я до сих пор честно поинтересуюсь этим. Мне интересно, что китайцы по этому поводу говорят. И Даосы, и, простите, даже в монастыре Шавли, с настоятелем, который едет на бронированном Мерседесе, и все остальные. Мне интересно. И вот когда я столкнулся, скажем, с тибетскими лавами, тоже мне было интересно. И что я там нашел, могу сказать. Я нашел очень хорошо разработанное и, естественно, вытекающее из йоги на какие-то свои разработки и наработки по поводу того, что такое есть сознание. И вот мы здесь, в России, часто смеемся над буддистом, говорим, что что можно говорить о людях, которые считают, что все – пустота. Или еще многие кавитаты говорят, ну что с буддистов взять, все – пустота, значит, они просто люди, просто конченые. А как заметил один из, на самом деле, двенадцати важнейших лам, ну, это было 20 лет назад, тибетского буддизма, меня посчастливилось, как бы, с ним быть знакомым, посмотри, старичок был такой светлый, седой, такой уже, как лун. Он говорит, то, что называемый Ахашинья – это пустота, великая пустота – это приблизительно то, что вы христиане называете «пухотец». И вот так и такого рода комментарии они делают все ясно. Потому что буддисты нам не враги. Они просто с другого конца пытаются те же самые проблемы, которые стоят перед нами, решить своими методами. У них есть одно, у нас есть другое. И как вряд ли возможны тибетские православные, так вряд ли возможны русские буддисты. Потому что каждая культура имеет свое, и мы такие, как мы есть. Они такие, как они есть. И я делаю все. Так как на меня не наложено никакого особенного служения на меня не наложено, кроме того, что я делаю сам, то я пытаюсь понять, что разные люди на Земле думают по поводу самого разного. Вот, в общем, все. То есть вы пытаетесь чуть-чуть в стороне стоять, да? Нет, не в стороне. Почему? У меня есть свой собственный личный опыт. Я, по счастью, вроде уже не мальчик. Поэтому смело могу говорить, что да, у меня есть свой опыт. И я, будучи тем, кто я есть, однако пытаюсь с уважением относиться к опытам других людей и других культур. А, в принципе, во что вы верите? Верите ли вы, что вы дышите воздухом? Или верите ли вы, что дважды два-четыре? Или верите ли вы, что если зажечь чайник, то рано или поздно вода вскипит? Не думаю, что нужно верить. Я думаю, что это вытекает из природы вещей и собственного опыта. Вот у меня приблизительно такое же отношение. А в кого вы верите тогда? А вот эти Бога, как говорят, один. И, собственно, в Него и верить не надо, Его нужно любить. И сама природа контакта в человеке и Богу подразумевает любовь взаимную с двух сторонниками. Насколько я понимаю. Борис Борисович, вы в своем религиозном выборе определились? А вы знаете, у меня выбора никогда не было. Меня вообще крестили, когда мне было четыре месяца. Ну, хорошо. В какого Бога вы верите? Или в каких Богов? Знаете, Бог есть только один. Бог есть только один. И у нас... Ну, а как же? В индуизме разве один Бог? А? В индуизме разве один Бог? Ну, дело в том, что, ну, строго говоря, знаете, индуистские философы, если почитать за всю историю индуизма, все, естественно, признают, что, естественно, Бог один. Но его проекции на разные формы деятельности, это в чем-то аналогично, знаете. Вот у нас есть, вот мы можем пойти в музей, сейчас посмотрите, есть икона святого Антипа, да? Антипа... Кто идет к нему молиться? От зубной боли. И так у нас очень многие святые наши, они заведуют какой-то стороной человеческой деятельности. Вот то же самое и в индуизме. Конечно, заведуют этим. Сарасате заведуют этим. Так что Богов у них формально вроде много, а на самом деле один. И более того, вот открою вам, конечно, вряд ли такая уж тайна, но Бог у нас у всех один. Нет другого Бога. И даже мусульмане, которые уже так уж, они достаточно агрессивно навязывают свою точку зрения, но и у них Бог все равно... Знаете, не может быть такого, что вот на этой территории Бог один, а вот мы границу перешли, и тут уже другой Бог. Диктатор может быть, да, а Бог нет, Бог один у всех. То есть для вас что индуизм, что православие — это одно? Нет, абсолютно разные вещи. Индуизм — это очень интересная, экзотическая... Во-первых, религия... По существу, по существу. Да, я по существу. Это одно и то же. Нет, как по существу. По существу разные культуры воспринимают отношения между Богом и человеком в своих терминах. Но поскольку я русский, и санскрита не знаю, и не было русского в Индии, и индусского никогда не буду, то мое восприятие Бога, оно, естественно, идет через православие. Скажите, у вас есть духовные наставники, может быть, учителя, там, «Давай, Ламу», «Шричный Мой», там, и, не знаю... Садьба Вам, или православное освящение? Вы знаете, ну, как-то получилось так, что я у очень многих людей... Ну, не то, что старался чему-то учиться, но, по крайней мере, пытался у них перенять что-то хорошее, что у них есть. Но наставника у меня в жизни так и не было. Всему, что я знаю, в жизни меня научила музыка. По крайней мере, она меня подталкивала к тому, чтобы я сейчас что-то узнал сам. Вот так у меня получилось, и поэтому я ей передаю так же, как я принял. Я всему на песнях учился, и песнями я все это и отдаю. А наставника нет, не было. Садьба, а вот какая из юбилейских книг Вам, может быть, ближе всего? Или можно сказать, любила? Знаете, я честно скажу, что я ведь Елизавета знаю очень плохо, и мне сложно его читать. Но Евангелие так получается, что как бы с Евангелем я просто чаще всего сталкиваюсь. И вот книга, которая имеет, наверное, для каждого человека свое значение. Поэтому очень часто приходится проверять силу этой книги на практике. А это не то, что Вы какое-то сердечное такое прочитала, а Вы понравилось? Такого нет? Ну, когда-то это было, но я теперь не могу сказать, что я впервые ее читаю. Я читаю ее, слава Богу, больше 45 минут. И последний вопрос, это Вы так долго обсуждали всякие Ваши духовные поиски. Вы говорили, что Вам просто стало интересно и Вы... Это не то, что поиски, понимаете, это не поиски. Это набор новых ощущений и радость от них. Не то, что я что-то ищу. Да, но все Вы говорили про Индию, вот про то. А не возникало у Вас никогда интереса обратиться, например, в восточно-христианские аскезы? Там ведь это очень много всего. Вы про это не говорили. Что именно Вы имеете в эту подвосточную христианские аскезы? Ну, скажем, вестрицу или исихазм. Или все эти знакомые... Так это же естественным образом входит в то тело православия, которое мы знаем. Да, но Вы про это не знаете. Но не отдельно. Так, исихазм — это наша медитация, наше все. Что бы Вы делали, что не всем это так легко. Да. Валерий Борисович, Тоже, вот только одно момент, как Вы думаете, что сказать вот после того, как Вы уже много нам сказали, но все же тоже нечестно было бы не сделать одну реплику. Конечно. Но вот один глубокий богослов XX века сказал Ильич, который, думаю, все сидящие в этой аудитории православной согласятся, что для нас на небе нет другой церкви, кроме церкви Христа. Вот та небесная церковь, она не церковь небедного Бога, а церковь Христа. И что хотя мы ни в коем, вот я для себя как священник не скажу, что не может спастись буддист, не может спастись мусульманин, не может спастись атеист, не может спастись язычник, но как священник православный, как православный христианин глубоко убежден, что он не спасается через мусульманство как таковое, через буддизм как таковой, через нравственный набор атеиста как таковой или через все что-то, через что-то, что в этих религиях или в этих мировоззрениях есть общее с тем, чему мучит нас Господь Иисус Христос. Ну вот это мы, наверное, тоже должны сказать. Вы нам сказали, как вы верите и как вы понимаете идею единого Бога, но вот им, если бы мы это вслух не сказали, то это было бы, наверное, неправильно, если бы мы это вслух не сказали, что да, Бог един для всех, но разделить веру в единого истинного Бога и сказать, что это кто-то помимо Христа, я думаю, что, ну, мы не сможем, мы не должны правдить, мы перестанем быть православными. Да-да, я думаю, я нисколько не стану с вами спорить. Спасибо большое за то, что мы вас позвали сюда, спасибо за то, что вы пришли, то, что петь здесь на самом деле непростое удовольствие, это еще и огромная честь. Спасибо. Когда в лихие года пахнет народной бедой, Тогда в полуночный час Тихой Небросской Из леса выходит старик, А глядишь, он совсем не старик, А напротив, совсем молодой Красавец Дубровской. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Спасибо.